МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовительные работы для защиты населения от подтопления уже проведены. Работали с нарушениями. Среднее специальное учреждение Бийска посетила прокуратура. Вместо бурной реки бассейн, Кубок Сибири по рафтингу и грибному слалому собрал в нашем городе сильнейших спортсменов региона. Итак, начнем. В Бийске заметно прибавилось автомобильных пробок, и виной тому стали не только ямы на дорогах. Наш город временно лишился понтонного моста. Его развели в связи с тем, что уровень воды в реке Бия начал расти. Решение о том, что наплавной мост нужно разбирать, приняли еще в конце прошлой недели. Сотрудники Бийского речпорта очистили ото льда за тон, где временно разместят все секции. Как только река полностью освободится от плавающих льдин, мост вновь соберут. Однако произойдет это не раньше середины апреля. Сам же ледоход, по прогнозам гидрологов, может начаться уже в ближайшее время. Средняя же многолетняя дата начала ледохода в Бийске – это 13 апреля. В ожидании первой волны паводка подготовительные работы для защиты населения от подтопления в Бийске уже проделаны. Сейчас основное внимание городских служб направлено на безопасность. Во время ледохода никто не должен пострадать. Мы находимся в преддверии ледохода. Возможны первые так называемые волны паводка. Надеемся, что ситуация будет нормальной. Все подготовительные работы проведены. Сейчас это, прежде всего, контроль, контроль, контроль за тем, чтобы во время ледохода никто не пострадал. Сейчас категорически запрещено выходить на лед. Его структура мелкозернистая и трубчатая. Риск оказаться в воде крайне велик. Чтобы не допустить трагедии, на берегу Бии в разных районах разместили предупреждающие аншлаги. В школах сотрудники ГИМС сейчас проводят дополнительные уроки по правилам поведения во время ледохода. Убраться к майским праздникам. В ближайшее время в Бийске объявят месячник по благоустройству. Однако уже сейчас жители начали наводить порядок возле своих домов. При этом сразу же на месте сжигают сухую листву и мусор. А этого делать категорически запрещено. Весна показала, что работы по наведению чистоты в Бийске предстоит немало. Массово убирать город начнут уже в ближайшие дни. Тем не менее, владельцы частных домов уже сейчас взяли грабли. Напомним, за сжигание мусора в городской черте предусмотрен административный штраф. Так, для бийчан он составляет 5000 рублей, для должностных лиц в 10 раз больше. А юридические лица за неправильную утилизацию мусора пополнят городскую казну на 1 миллион. Сегодня в Бийске простились с Екатериной Анатольевной Чуликовой. На протяжении нескольких лет она упорно боролась со своим недугом, победить который ей, увы, не удалось. Екатерина Анатольевна ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей было 47 лет. Говорят, человек жив до тех пор, пока его помнят. Я думаю, что мы все будем помнить очень долго нашу любимую Екатерину Анатольевну. Очень замечательного человека, добрейшей души, очень высокой ответственности. Ответственности за самое главное, что ей Господь дал в руки. Это здоровье человека. Человек, о котором без преувеличения можно сказать. Это ум, честь и совесть нашей эпохи. Именно такие люди делают все для того, чтобы наша жизнь была немного-немного лучше. Она состоялась как врач, как организатор. Я думаю, что мы действительно никогда ее не забудем. Всю свою жизнь Екатерина Анатольевна посвятила бийскому здравоохранению. Начинала работать во второй детской поликлинике. В непростой период Екатерина Анатольевна возглавила бийский межрайонный медицинский отдел. А после его расформирования стала главным врачом кожно-венерического диспансера. Администрация и Дома Бийска выражает искренние соболезнования родным и близким. Память об этом добром и искреннем человеке навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и пациентов. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Работали с нарушениями. В бийске сотрудники прокуратуры проверили все среднеспециальные учреждения. В итоге в каждом колледже выявлены нарушения. Так, в учебных заведениях со студентами заключались договоры на оказание платных образовательных услуг, не соответствующих закону. Было установлено более десятка локальных нормативных правовых актов, устанавливающие незаконное взимание платы за выдачу студенческого билета, незаконные виды дисциплинарных взысканий, например, выселения из общежития. Кроме того, в ходе проверок было установлено нарушение колледжами правил приема в образовательную организацию, нарушение правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил. Были установлены случаи предоставления студентам в общежитии небольших по площади комнат, в то время как имелись в наличии свободные комнаты большей площади. Кроме того, со студентами и с их законными представителями заключались незаконные договоры на оказание платных образовательных услуг. Отметим, что сегодня в Бийске работают шесть колледжей и один техникум. В ходе проверки этих учреждений прокуратура города выявила более десятка внутренних нарушений, связанных с незаконными дисциплинарными взысканиями. Это выселение из общежития, взымание платы за повторную выдачу студенческого билета, ограничение права обучающихся на пользование услугами библиотеки. По результатам проверки, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Единственный в нашем регионе музей часов находится в Бийске, в четвертой школе имени Бианки. Здесь собрана самая крупная коллекция часов в Алтайском крае. Среди них и раритетные, и современные механизмы. Руководство школы планирует подать заявку на участие в конкурсе грантов, который проводит фонд социального содействия Александра Прокопьева. Деньги в случае выигрыша они планируют потратить именно на музей часов. Все подробности далее в сюжете. Первые электронные, шахматные, песочные часы для незрячих людей. В коллекции школьного музея представлены экспонаты разных стран, времен и производителей. У каждого механизма своя история. Самые старинные и ценные швейцарские карманные часы конца 19 века. Они принадлежали основателю медицинской службы в Бийске Георгию Прибыткову. Часы подарили музею в день его открытия, семь лет назад. Мы его открывали в 2010 году, откликнуваясь тогда на призыв актива музея и ученики разных лет, и выпускники наши, и ветераны, и общественность города Бийска. И ко дню открытия музея, к 30 апреля 2010 года, нам уже удалось собрать около 500 экспонатов. Подобных музеев в нашей стране существует немного. Сначала открылся музей часов в Ангарске, потом в Петергофе. Бийский школьный музей стал третьим в стране. Сегодня он насчитывает свыше полутора тысяч экспонатов. Здесь собраны экземпляры всех 13-ти часовых заводов, которые работали в Советском Союзе. При создании музея очень важно, чтобы ребята узнавали историю города, края, страны. И это интересно, когда ребята участвуют в этом непосредственно, а еще и ведут экскурсии. Попасть в хранилище часов может каждый желающий. Для этого нужно предварительно записаться на экскурсию. Сотрудники музея намерены оформить и систематизировать коллекцию часов, а также отремонтировать учительскую, где находится уникальная экспозиция. Именно поэтому было принято решение поучаствовать в конкурсе фонда Александра Прокопьева. Необходимо, конечно, сделать очень много и косметический ремонт, и приобрести витражи, витрины, сделать соответствующие надписи, разделить на необходимые разделы данную экспозицию. Самые интересные экспонаты Школьного музея часов показали депутату Государственной думы Александру Прокопьеву. Накануне он побывал в четвертой школе. Педагогам и ученикам пожелал победы в предстоящем конкурсе. Я думаю, если этот проект сделать, это будет большое дело. И есть смысл этим заниматься. Что в этом направлении я вам пожелаю удачи. Ждем проекта. Принять участие в конкурсе фонда Александра Прокопьева могут все школы нашего города. Проекты должны соответствовать направлениям. Патриотическое воспитание, физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Максимальная сумма, которую может получить учебное заведение – 200 тысяч рублей. Заявки на участие принимают до 2 мая. Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских, Будни. Герои живут среди нас. В Барнауле состоялось награждение победителей премии общественного признания «Престиж». В числе лучших из лучших – люди разного возраста, разных увлечений и профессий. Этому торжественному моменту предшествовал долгий отбор номинантов. В течение нескольких месяцев экспертный совет премии – это редакторы ведущих СМИ региона, а также рядовые жители края – голосовали за земляков, которые сделали что-то очень полезное и важное, чем прославили наш край. Таких нашлось немало, но абсолютных победителей объявили во время церемонии награждения. Лучший поступок по итогам прошлого года совершили энергетики из Шалаболихинского района. Они ночью в мороз на лыжах выводили алтайское село из Сумрака. Самое доброе сердце, по мнению земляков, у барнаульского тренера, который по собственной инициативе бесплатно тренирует ребятишек из неблагополучных семей. А вот достижение года принадлежит Игорю Реве. Отчаянный житель Алтайского края совершил велопутешествие длиною в 9,5 тысяч километров. Достичь чего мы достигли в данном моменте и, соответственно, нам нужно было получить эту награду. Большое спасибо всем. Это не моя награда, а наша общая награда. И к новостям спорта. Вместо бурной реки бассейн Кубок Сибири по рафтингу и грибному слалому собрал в Бийске сильнейших спортсменов региона. Эти соревнования стали финальной пробой весла в комфортных условиях и последняя возможность скорректировать планы тренировок. У бассейна и горной речки, наверное, общее это чувство весла, то есть чувство воды. Когда ты грибешь, ты чувствуешь воду. Это самое главное для спортсмена. Почувствовал, как весло держится, да, то есть сопротивление воды. То есть это очень многое значит. Участники соревнований показали мастерство в классических дисциплинах рафтинга и грибного слалома. В одной из них спортсмены преодолевали 15 ворот на скорость. В другой не только старались как можно быстрее пройти дистанцию, но и проводили спасательные работы после опрокидывания судна. Отметим, что за последние годы соревнования «Заря Алтая» стали крупнейшими не только в Сибири, но и во всей России. В этом году в бассейне за победу боролись 16 команд ведущих туристических клубов региона. Среди них сильнейшая мужская сборная «Гагу» из Горналтайска и многократные чемпионы Сибири «Бейчанки» из клуба «Скат». До старта соревновательного сезона на открытой воде у спортсменов еще есть время как следует подготовиться. У меня своя девчачья юниорская команда. Мне сейчас нужно за ними смотреть, потому что им сейчас нужно скататься. Они первый раз вместе сели на этих стартах вот именно таким составом. Мне нужно посмотреть, что каждому из них нужно отработать, что нужно подкорректировать. То есть носовым нужно грибок, да, лучше поставить кормовым, научиться рулить лодкой, да, управлять. То есть мы с тренером когда обсуждали, вот эта секундная пауза, то есть не подумал, да, немножко забыл, засуетился. Все, лодка уже пошла в другую сторону, темп сбился, мы потеряли скорость. Все. Внимание! 9 апреля в 12 часов в ТРК «Воскресенье» семинар «Здоровье в движении». Меня зовут Михаил Бубновский. На этом семинаре я расскажу вам о том, как жить без лекарств и операций. Вы узнаете о здоровье позвоночника и суставов, об основных причинах остеохондроза, артроза и заболеваний сердца, о том, как не допустить потери здоровья и вылечиться. Подробности по телефону 8 962 797 3737 или на сайте biskbubnovsky.rf Что ж, пришло время рассказать о погоде. Итак, завтра, 4 апреля, в Бийске ожидается переменная облачность. Ветер южный, переходящий в юго-западный, с порывами до 13 метров в секунду. Высокое атмосферное давление ожидается утром. Влажность воздуха в течение дня будет меняться. Магнитосфера возбужденная. И о температуре ночью минус 9, минус 11, днем минус 1, плюс 1. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения дня. Будьте здоровы. И, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. Счастливо еще увидимся. Продолжение следует... Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин